Третий. Организовывать и проводить инструктажи, практические занятия по действиям речей. Третий. Организовывать и проводить инструктажи, практические занятия по действиям речей. Третий. Организовывать и проводить инструктажи, практические занятия по действиям речей. Следующее. Осуществлять проверку сдаваемых помещений под аренду. Осуществлять проверку сдаваемых помещений в 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 аренду. То есть везде должна быть предупредительная профилактическая работа. Вам еще один пример. Вот в 1982 году, до этого, в 1980-81 год, пограничные войска были введены на территории двух провинций. Бадахшан, Ахва и Третья Култуз. А в эту сторону Бау и так далее не вводились. Мы вдобили руку на этом участке трех провинций. И вот в 1982 году начали вводить войска на территории северной провинции. Это Саманган, Бау, Джуржан, Фарья, Халайнау, Герак. И мы уже за два года, которые были на участке трех провинций, набили руку. Как предупреждать вот такие террористические арки? У нас нету каких-то похожих движений. Я, допустим, всегда ехал на втором БТРе. Первым БТРе в сапер вместе с собакой разъяснули. Я на втором. И вот мы едем, мне говорят, обеспечить, чтобы ни один БТР не взорвался. Я что, шоку с ним, что ли? Или бог, что ли? А какие обязанности развить? Вот. Навстречу едет там машина. Я говорю, стоп. Вся канала 50-100 машин сзади останавливаются. Я вызываю от водителя, от водителя в Афганистане, все куштуры. Куштуры. Это вот такая нация. 55% они составляют население. И два стола. Сынгей-джуэ. И он такой расплывается, вот с такой горбатой носик, все куштуры, как греки. Значит, и я потом начинаю его спрашивать, я говорю, откуда едет он? Я говорю, там мины есть. Хотя я не могу делать. Я говорю, вот того спросите, кто не сидит, а кто-то. Он с этого чешлака. Я говорю, вот. Еще кто с этого чешлака? Кто с бонитами? Вот рядом с ним что-то не так. Все, я говорю, все. И в ответ я ругаю. Эл-э-э-м-э-м-э-сэ-л-э-л-э-л-э. Если здесь ничего не разговариваешь, не говоришь мне, она молодец. Позываю. Вот тех, которых он указал, я сразу назову. Я их по греймингу приеду, я не знаю. А он не берет, кто же спрашивает. И я остаюсь с пешком. Я говорю, кто-то. Там где-то видели в городе? А тот, который приходит? Я говорю, да, а я с какой-то штаб. Ну что, в вашем чешлаке поделить? Нет, нет, нет. Говорит, я говорю, а кто говорит, я говорю, я не могу сказать, что не умер. И я говорю, ну ладно, я говорю, сейчас я говорю, ты встанешь, я говорю, будешь прощаться с тобой, я тебя отниму три раза. Два раза, я говорю, по-моему, с вами. И в лоб под свой скажу, а я рахмат с измами в хухмалом ответами, чтобы остальные слышали. Я говорю, я говорю, и тебя на следующей расстановке автурнца убью. Ты это хочешь? Вот там на входе в АРЭКС-мус справа, там две мины лежат. Они как делают, они заранее устанавливают мины, и там с автоматами дежурят. Потому что там трудно заминировать, когда он видел, кого он сделал, мы в бинокль наблюдаем, мы сразу же, они заранее за месяц мало устанавливают, и охраняют эти места. И раз, это инфа, так, я не могу верить этому человеку. Тот, который рядом был, я тоже говорю, через одного запускаю, говорю, так, где это там, вот такое, все. Вот, переводчик АРЭКС-мус, он принесет АРЭКС-мус, мы с тобой АРЭКС-мус, пускай все в машине видят, как я тебя уважаю, за то, что мне эту информацию поможет. Он опять весь по петь, говорю, где? И он начинает помимо этих губин и называет третью губин. Говорит, вот там-то, там-то он установлен, все. Я говорю, все, в роботах, китай-то, афьемся. Я сюда, человек, едем, я говорю, стоп, инструктор слушал собак, саперы, вперед, в районе какого-то дерева, куполника, там два метра, через 10 метров, еще одна метра. Раз, собака находит, вскрывается, и все. То есть, если человек хочет, напрягается, то вот эту проблему решает. Поэтому вот эти все предупредительные меры и предполагают, что люди должны нацелены, цель есть, предупредить. У нас железнодорожных рамков большое скопление людей. Террористы в первую очередь, в Ташкенте они не будут, допустим, на площади Мустакари, где он террористический шкаф. Им выйдет там вот на Устре, где скопление 400 человек при посадке на поезд Ташкент-Термерс. Все там скопились, и взрыв сделать, сразу человек 100 погибнет. В Кабуле то же самое. Сейчас взрывы происходят только в тех местах, где большое скопление людей. Цель – показать, какие они будут участвовать, закупать на себе. Так, действие. Действие персонала объекта по предупреждению террористических актов. То есть, как должен действовать персонал? И об этом должны знать все сотрудники этого железнодорожного узла. С ними должно проводиться занятие. Как необходимо действовать в такой ситуации? Первое. Необходимо всем быть обучательным. Так как только персонал может в свое время обнаружить посторонние предметы на своем рабочем месте. Нужно быть бдительным. И каждый раз, придя на свое рабочее место, пронять его на предмет присутствия посторонних предметов. Надо быть внимательным, так как только персонал может распознать неадекватные действия посетителя в вашем рабочем помещении. Необходимо заранее придумать, кому и как можно будет быстро и незаметно передавать тревожную информацию. Нужно соблюдать производство дисциплинов, обеспечить надежные заборы дверей помещения, шкафов, столов. Надо не быть равнодушным к обведению посетителей, среди них может оказаться злоумышленным. Необходимо всем помнить, что злоумышленный повод действовать, сообщать. Нужно, получив сведения о готовящей теракте, сообщить об этом правоохранительным органам и руководителям объекта, а дальше действовать в военкомате. Вот в принципе, значит, как должен действовать персонал. То есть они должны быть обучены. Для этого с ними должно проводиться соответствующие занятия. В принципе. Какие меры необходимо принять при получении заблаговременной информации о готовящейся теракте? Вот это запишите. Какие меры необходимо принять при получении заблаговременной информации о теракте? Какие меры необходимо принять при получении заблаговременной информации о готовящемся теракте? При получении заблагодарительной информации о готовящихся тиранах Первое. Убрать пожаропастные предметы Краски, лаки, бензины Убрать пожаропастные предметы Краски, лаки, бензины Второе. Убрать соклон горшки цветами Убрать соклон горшки цветами Скобка. Поставить их на пол Скобку закрыть Убрать соклон горшки цветами Поставить их на пол Третье. Задернуть шторы на окно Задернуть шторы на окно Задернуть шторы на окно У некоторых может возникнуть вопрос Причем здесь вот такие обыденные меры Первое. Убрать пожаропастный предмет Чем это вызовет? В случае если произойдет взрыв То загорится что? Опять же это краска, лак Какие-то банки с керосином И прочие воспламеняющие предметы Чтобы этого не было Надо всегда избавляться От этих вещей Второе. Убрать горшки цветами Если они находятся на окне Тогда при взрыве Вот эти же горшки будут такие же Как значит Дробь, сочвалок Они начнут поражать людей Вот эти террорические пластинки Не хуже, чем дробь Третье. Задернуть шторы на окно Это для чего делается? Если произойдет взрыв То вот это стекло Оно будет вонзаться в ваше тело Чтобы этого не было Если будет занавеска Это все будет стекло поглощаться занавеской И она не будет распространяться Значит дальше Теннис Сложить в сумму необходимые документы Вещи деньги Сложить в сумму необходимые документы Вещи деньги Сложить в сумму необходимые документы Вещи деньги Это для чего? Для скорейшей его плацы Следующее Реже пользуются общественным травмом Реже пользуются общественным травмом Как правило Террористический акт Пытаются осуществить На общественном травме Чтобы объем было больше людей Следующее Не почищать общественные места Не посещать общественные места Не посещать общественные места не посещать общественные места оказывать помощь лицам преклонного возраста больными детям оказывать помощь лицам преклонного возраста больными детям оказывать помощь лицам преклонного возраста больными детям то есть То есть данная работа по предотвращению террористических актов, она многогранная, многостепенная. И надо заблаговременно просчитывать все возможные варианты осуществления противников террористических актов и своевременно предупреждать их. У кого есть вопросы по содержанию сегодняшней меры? Кому что непонятно? У кого есть замечания по порядку ведения мной лекции? Нет. Поэтому в завершение нашей лекции еще раз хочу всех поздравить вас с уроза АИТа. Пожелать вам всего самого наилучшего и успешной сдачи Якунина Абдара. Спасибо. А у нас с вами его зовут. Амин.